Интересные факты Фэшн-тренды приходят и уходят, а иногда даже вновь возвращаются через пару лет. Но иногда нам остается только надеяться на то, что некоторые тренды никогда не вернутся. Представляем вам список самых нелепых фэшн-трендов за всю историю моды. Знакомства вслепую остались в прошлом. Видеочат-рулетка, конкурсы, призы и все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру videoclub.ru Более двух миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт. Присоединяйтесь! Все ссылки в описании. Мешковатые брюки Любой, кто учился в старшей школе в начале 2000-х, вероятно вспомнит этот столь полюбившийся парням тренд. Приспущенные на пятую точку брюки с трусами на всеобщее обозрение. Этот тренд был в моде дольше, чем можно было представить. Это не только выглядит нелепо, но и существенно ограничивает способность ходить или бегать, делая парней похожими на пингвинов. Довольно часто видят, как эти парни подтягивают свои постоянно съезжающие брюки, что приводит к неловким моментам, когда они буквально остаются в одних трусах. На сегодняшний день любители этого тренда могут ожидать штрафы. Например, в Нью-Джерси правонарушители оштрафовали на сумму больше 1000 долларов. Плечики. Возникшие в 1930-х годах плечики пришивали к одежде, чтобы она выглядела шире, что позже стало популярной в 90-х. Этот тренд должен был придать владельцу одежды форму перевернутого треугольника, создавая у женщин эффект узкой талии. Этот стиль получил перерождение в 50-х, 60-х и 80-х годах, будучи дополненным объемными прическами. В мужском мире этот тренд также имел место, и в основном это относилось к деловому костюму, который делал мужчин импозантными и более важными. Леггинсы. Все, что стройнитое обтягивает, леггинсы получили большую популярность с 80-х годов. Обычно их шьют из таких материалов, как спандекс, нейлон, полиэстер или шелк. Первоначально их носили как лосины или колготки, с платьями, юбками или шортами, но затем они стали альтернативой брюкам. Основная проблема этого тренда в том, что чем прозрачнее материал, из которого они сделаны, тем лучше нужно их прикрывать. Пулены. Мужская обувь явно изменилась за несколько веков, но для аристократии 14-х и 15-х столетий не было ничего лучше, чем пулены. Эти средневековые туфли имели заостренный нос и изначально предназначались для обоих полов одновременно. Их популярность среди мужчин росла, и вскоре они стали показателем положения в обществе. Несмотря на то, что в них было достаточно легко ходить, они были непрактичными и часто наносили вред окружающим. Об них либо запинались, либо на них часто наступали. Были приняты правила, согласно которым аристократам запрещалось носить пулены длиннее, чем 2 фута, а купцам – длиннее, чем 1 фут. Маллет. Этот стиль прически был популярен в разные периоды времени. Несмотря на это, вариант стрижки, когда волосы подстрижены спереди коротко, а сзади оставались длинными, смотрелся очень нелепо. История этой стрижки берет начало в 6 веке, однако она не была столь популярна вплоть до 1970-х годов, когда такие звезды, как Дэвид Боуи, Пол Маккартни и Род Стюарт, постриглись в этом стиле. Периодически стрижка возвращалась в моду в 80-х и 90-х годах, но в начале 2000-х она больше не считалась популярным трендом, а выглядела нелепо. Многие считают эту стрижку деловой спереди, вечеринкой сзади, однако сейчас ее привыкли ассоциировать с типичными работягами. Шаровары Вошедшие в моду благодаря MC Hammer'у шаровары, также известные как Hammer штаны, имеют характерный припуск ткани в районе промежности, что придает мешковатый вид. Широкие в бедрах и сужающиеся к лодыжкам, их часто можно спутать со штанами-парашютами, которые похожи по стилю. Они были очень популярны в 80-х годах и совсем недавно снова вошли в моду. Кринолин 3000 лет назад мода совершенно отличалась от современных тенденций. К примеру, в 19 веке женщины носили кринолин, чтобы их талия казалась тоньше, а бедра шире. Это был стальной каркас со множественными нижними юбками, в котором было довольно тяжело передвигаться. Женщины не могли ни сидеть, ни проходить в дверные проемы, а также это причиняло вред строению их бедер. Что ж, будем надеяться, что ни один из этих фэшн-трендов не вернется. А какой тренд вы считаете самым странным? Оставляйте свои ответы в комментариях и не забывайте ставить лайк и подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok